Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «Разговор о медицине». Тема сегодняшнего выпуска – инфаркт и миокарда, как избежать рисков. Сегодня на студии Баров Павел Алексеевич, заведующий кардиологическим отделением регионального областного центра сосудистого Ульяновской областной клинической больницы. Здравствуйте, Павел Алексеевич! Здравствуйте, Павел Алексеевич! Павел Алексеевич, первый вопрос мой такой, не можем ее обойти, конечно, коронавирусная инфекция. Скажите, пожалуйста, люди, которые перенесли инфаркт или люди вообще с сердечно-сосудистыми заболеваниями, они, конечно же, находятся в зоне особого риска перед этой пандемией. Вот скажите, пожалуйста, есть ли какая-то статистика по этим случаям, вообще, может быть, в целом в России, может быть, в Ульяновской области скажете, ну, вообще, просто какая-то тенденция есть, может быть, к повышению таких вот пациентов? Ну, статистика удручающая, честно говоря. То есть, мы уже третий год живем в пандемии. Ну, так и есть. Периодически затухает, вдруг вновь, то есть, мы там считаем первую, пятую, десятую волну и так далее. Сейчас мы с вами как раз говорим о новой волне, о так называемом о микроне, который бушует, ну, не то, что в Ульяновской области, наверное, на всей территории России, да и во и во всем мире, да. И давайте все-таки, вот, чтобы было сразу понятно, проговорим о этиологических или таких морфологических мишенях этого коронавируса. А по большому счету, это поражение эндотелия. То есть, внутренние стенки, да, получается? Внутренние стенки, абсолютно верно, верно, внутренние стенки сосуда. Предвосхищая немножечко, скажу, что это необычное ОРЗ и необычный грипп, как мы очень часто слышим, а, просто грипп там затемпературил и так далее. В клинике новой коронавирусной инфекции преобладает прежде всего это выраженная головная боль, выраженная слабость и в последующем пневмонии. Но опять-таки, пневмония или это, мы, конечно, это говорим, что это вирусная пневмония, но по большому счету это пневмониты. Когда мелкие тромбы забивают мелкие сосуды легких. И на КТ-картине мы видим картину, что матового стекла, да? Так по большому счету последствия перенесенного ковида, последствиями, вернее, перенесенного ковида будут заниматься кто? Это врачи сосудистого что? Центр, конечно, да. Сосудистого профиля, да. Очень часто на своем амбулаторном приеме встречаю пациентов, у которых после перенесенной коронавирусной инфекции вновь возникают стенокардитические боли. Ну, то есть, боли по типу грудной жабы, как мы говорим, да? Абсолютно точно. У многих сохраняются выраженные головные боли или, как мы говорим, краниологии. У процентов 15-20 молодых людей без, казалось бы, факторов риска возникают гемодинамически значимые нарушения сердечного ритма. То есть, у каждого 6-7 практически? Абсолютно точно, да. Это я вам говорю. И непосредственно из того интингента, с которым я общаюсь. Непосредственно? Да, да. И, по сути дела, инфаркты, сами по себе, они несколько помолодели во время пандемии. Да. Уже не редкость нахождения в отделении больного в возрасте от 28 до 35 лет. Да, да, Павел Сергеевич, вспомните, 5 лет назад мы с вами разговаривали как раз-таки о профилактике. Мы говорили, что нужно больше двигаться, нужно пытаться убрать вредные привычки и так далее. Помните, мы еще с вами гуляли и разговаривали с нашим электоратом, да? Так вот, сейчас я говорю, помимо того, что говорил ранее, это коррекция факторов риска, то есть курение, злоупотребление, ожирение и так далее, плюс ко всему это раннее обращение за медицинской помощью после коронавирусной инфекции. Опять-таки, субстратом является что? Поражение внутренней стенки сосуда. Вдруг ни с того ни с сего у молодого человека, казалось бы, без факторов риска, с нормальной наследственностью, активного вполне, да? Абсолютно. Если вот буквально недавно поступает пациент 29 лет, у которого еще бабушка жива, родители живы, у него после обычной бытовой физической нагрузки, бытовая нагрузка это не занятие в тренажерном зале, это не бассейн, это всего-навсего человек спустился, вынести, простите, мусорное ведро, поднялся на второй этаж, вдруг сжение за грудиной, абсолютно не характерна для него симптоматика. Но классическая для острого коронарного синдрома. Он вызывает бригаду скорой помощи, снимается электрокардиограмма, элевация сегмента СТН и ЭКГ, больной доставляется в региональный сосудистый центр, госпитализируется в отделении острого коронарного синдрома, где выполняет силами рентгенхирургов стендирование одной артерии на коронарографии, и что мы видим? Тромбоз. Тромбоз. То есть вот эти вот моменты нужно обязательно учитывать. То есть процесс уже сформировался получается у него, да? Процесс идет. У него отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Он перенес коронавирус в легкой форме, я подчеркну, он перенес в легкой форме 4 месяца назад. И тем не менее выстреливает. А на амбулаторном приеме, пожалуйста, пациент приходит и говорит, я выполняю обычную физическую нагрузку. Я уже в течение 10 лет каждое утро делаю 10 отжиманий, встаю на велотренажер и, значит, даю кардионагрузки. Последние две недели я на велотренажере потею так ужасно, у меня кружится голова, и слабость мне приходится останавливаться, лечь, и, значит, потом, через какое-то время я только восстанавливаюсь. Что мы говорим такому пациенту? Иди, пожалуйста, повесь холтеровский монитор и встань на это велотренажер. По факту гемодинамически значимое нарушение ритма, требующее, опять-таки, оперативной коррекции. Павлович, ну вот про возраст понятно, да? Помолодел. Помолодел. Тогда вот следующий вопрос. Ну, всегда считал, что вроде бы как прерогатива больше мужчин, да? Вот сердечно-сосудистая патология. Сейчас все-таки кто чаще? Мужчины, женщины или это на равных как-то? А сохраняется. Сохраняется? Вот все равно, как ни говори, 3 к 1, 3 к 2, оно сохраняется. Мужчин больше. Но больше за счет чего? За счет того, что у мужчин больше факторов риска, курение, злоупотребление, это больше как бы мужская прерогатива, да? Плюс ко всему наслоение НКВИ, новой коронавирусной инфекцией, либо ее последствий. Поэтому, когда мы говорим, что относиться к лечению, опять-таки, вот я врач-кардиолог, занимающийся инфарктами, я говорю, что относиться нужно очень трепетно к лечению коронавирусной инфекции, если таковая выявилась. Это прием. Почему при НКВИ мы принимаем новые оральные антикоагулянты? Так для того, чтобы блокировать процесс сообразования вот этих микротромбов в коронарных сосудах, сосудах почек, сосудах головного мозга. Ведь почему? Не при одной вирусной инфекции, может быть, просто я ее не знаю, и коллеги, может быть, меня поправили, инфекционисты, нет отсутствия обоняния и нет выраженных головных болей. Такие головные боли, что нельзя там даже нестероидным противовоспалительным препаратами менять, непосредственно действие, видите, какое? На нервной клетке. Поэтому очень важно следовать рекомендациям специалиста, который непосредственно ведет тебя. Это специалист-ковидолог, который назначает определенную группу препаратов и говорит, насколько ее нужно профилактировать. Очень много мы говорили о реабилитации постковидной. Да, вот какова реабилитация таких пациентов, на самом деле, вот именно кто перенес коронавирусную инфекцию, и в то же время, плюс еще инфаркт или синкорзия. Вот сразу говорят, что вот такой вот стационарной реабилитации не требуется. Опять-таки, коррекция образа жизни и прием лекарственных препаратов. Четкое соблюдение вот таких медатств и врачей. Да, причем давайте сразу проговорим, что если до выявления НКВИ пациент принимал ингибитор АПФ, бета-блокаторы, статины, наличие новой коронавирусной инфекции никоим образом не исключает отмену приема этих препаратов. Очень много пациентов, которые, допустим, в течение года были застентированы. Поставили один либо два стента в коронарный сосуд, да, и им показан прием аспирина, допустим, двойная, либо тройная дезагрегантная терапия. Так вот, во время лечения новой коронавирусной инфекции никоим образом нельзя пропускать прием этих препаратов. Ну, корректировка ДОС, наверное, все-таки происходит, да, корректировка? Ну, это опять же специалисты. Опять-таки специалисты. Самому не надо это все делать. Да, да. И мы говорим, ну как же быть-то, вот пандемия поглотила практически весь мир. Я не знаю, как правильно сказать, спасение утопающего в дело руку самого утопающего или как-то иначе, но если у человека есть сознание, он должен все-таки мне, как мне кажется, это мое мнение, может быть, со мной кто-то не согласится, но пойти к компетентному врачу-специалисту, который назначит определенный спектр обследования и в случае, если выявится какая-то проблема, примет какой-то радикальный решение. Потому что иногда нужно помогать здесь и сейчас. Да, так и есть. А не завтра и через год. Совершенно верно. Потому что это может привести, если не заметить, то это может привести к необратимым событиям. Ну, мы говорим о прогнозе уже даже, конечно. Жизненном прогнозе. Даже жизненном прогнозе. Да. Павел Алексеевич, а вот есть такое понятие, ну, даже вот среди людей так вот обычно говорится, вот попал в больницу в предампартном состоянии, да, или там у него вот там боли прям в ходу, да, вот так называемые сердечные боли. Вот где все-таки грань вот между предампартам и самим инфарктом, вот между стенокардией, да, и вот острый коронарный синдром очень часто тоже звучит. Вот где вот эта самая грань, где вот именно нужно, как мы сейчас с вами сказали, вот радикальное решение. Ну, понятно. То есть сначала это предампартное состояние, потом инфарктное состояние, а потом тромб оторвался, да, как мы в обиходе обычно слышим. По сути дела субстрат тон-един. Это ишемия сердечной мышцы. То есть нехватка кислорода сердечной мышцы. Кислорода, да. Сердцу абсолютно все равно, каким образом к нему не поступает кровь, обогащенная кислородом. Кардиомиоциты не бегают по организму, они сидят и ждут, когда им принесут кровь, обогащенный кислородом, для того, чтобы выполнить свои метаболические, энергетические препятствия, это уже... А вот где препятствия, да, ему все равно. А вот препятствия как раз идет градация. Если это предампартное состояние, то коронарный сосуд, ну, будем так говорить, закрыт бляшкой не полностью. То есть на 80% бляшка закрывает просвет, но... Кровоток сохранен еще. Ну, кровоток все-таки сохранен. И сердце говорит нам болью, слушай, мне не хватает того кислорода, который поступает. Очень часто я спрашиваю иногда, допустим, пациент приходит, говорит, ой, вы знаете, у меня вот боли колет вот такой-то, особенно ночью, когда переворачиваюсь сбоку на бок. Я говорю, вдохнули резко, выдохнули. Это почему? Я говорю, а потому что это не станокардия. Станокардия – это боли, возникающие при физической нагрузке. А именно, коронарный сосуд процентов на 70, на 80 закрыт бляшкой, но 20-25% кровотока сохранено. В спокойном состоянии человеку нормально, сердцу хватает того объема крови, который к нему поступает. Но как только человек дает физическую нагрузку, частота сердечных сокращений увеличивается, и вот тут-то сердце говорит, эй, а поступлений-то нет, и возникает боль. Если первый звоночек прозвонил, ноги в руки и кардиолог. Давайте полосе сейчас скажем, боли это какие-то, они же бывают и классического такого характера, да? Давайте назовем основные нормы. Да, давайте вот основные. Боли за грудиной, жгучего характера, отдающие, как мы говорим, с радиацией, отдающие в нижнюю челюсть, в плечо, в лопатки. И одышка при обычных физических нагрузках. Это вот классическая такая картина. Это классика жанра. Это классика жанра. То есть, если внезапно вдруг начал задыхаться, или внезапно вдруг во время чистки снега, то есть в прошлом году ты чистил там эту тропинку, у тебя ничего не было, а в этом году ты две лопаты бросил, и чувствуешь, что уже надо встать, уже как-то вот зажгло. Ну, оставь лопату, оставь, спокойно, спокойной, ровной походкой и иди к кардиологу. Скорую помощь мы вызываем тогда, когда боль не проходит. Когда боль такая, что хочется разорвать на себя одежду. Это экстренная ситуация. Здесь 0,3, скорая, мы говорим, у меня жжет в груди. Четко проговариваю. Диспетчер 0,3 уже понимает какой-то класс вызова. Ну, напередаст нашему врачу, и уже приедет соответствующая бригада, кардиобригада. Ну, кардиобригады у нас сейчас на скорой помощи нет, приедет любая бригада, которая находится. Ну, снимут АКГ, по крайней мере. Снимут АКГ и окажут действительную медицинскую помощь. И согласно маршрутизации доставят больного в региональный сосудистый центр, либо в первичный сосудистый центр, где его также примет врач-кардиолог и решит. Если это необходимо, созванивается с лаборатории ЧКВ и направит уже туда, куда следует. Ну, то есть, самое главное, получается, пациенту самому отреагировать правильно. Абсолютно, абсолютно. Фельдшер на скорой, который в 8 утра заступил на вызов, он не знает, у кого в данный момент времени развивается инфаркт, инсульт, жжет в груди. Просто сообщить о себе, вот и все. Конечно, конечно. Но я вам говорю, про острое мы сказали. Конечно, конечно. Про внезапно возникшее. Когда холодный липкий пот льет и так далее. Да, здесь экстренно. Но если я говорю, почистил снег или выполнил ту же физическую нагрузку, которую ты выполнил, ну, к примеру, месяц назад, два месяца назад и так далее, обратись к кардиологу. Факторы риска все-таки возникновения, ну, скажем, даже прединфарктное состояние или самого инфаркта, вот такие кардинальные факторы риска. Ну, часть мы уже проговорили, но все-таки давайте еще об этом напомним. Диабет, ожирение, гипертоническая болезнь, табак, курение, наследственное. Все очень просто. Предельно просто. Плюс еще, что мы не сможем корректировать тот фактор риска, который называется что? Возраст. Возраст. Ну, конечно. Вот, да, мы можем отказаться от излишнего употребления алкоголя, от излишнего курения, но от возраста мы отказаться не можем. Но, опять-таки, я вам говорю, в допандемийное время, мы с вами говорим, чем старше ты становишься, тем ближе тебе нужно приблизиться к своему участковому терапевту, да? Если вы чувствуете, что после перенесенной коронавирусной что-то не так, элементарно, я вот, честно вам скажу, рекомендую просто сделать холтеровский монитор, сделать УЗИ сердца, УЗДГ сосудов шеи, УЗДГ-МАК так называемое, да, сдать кровь на Ц реактивный белок и Д-димер, посмотреть, насколько изменились компоненты гомеостаза. Даже если с этими обследованиями, которые пациент таргетно, я там, я не знаю, ургентно выполнит, и вот с этими показателями прийти к врачу-специалисту, к врачу-кардиологу. Павлович, а вот еще такое, ну, сейчас скажете, конечно, это в простонародье может там говориться, да, но вот люди задают вопрос такой, что вот, ну, если при гипертонической болезни, да, некоторые там говорят, что гипотензивные препараты некоторые там влияют на сосуды, да, и в том числе могут повлиять на то, что вот коронавирусная инфекция может больше как-то, да, попасть в организм там и так далее, и так далее, ну, сам коронавирус. Это все-таки байка, наверное, да, или давайте вот как-то вот ваше мнение об этом скажем, то есть отсюда же вытекает следующая сразу ступень, обязательно приверженность к лечению, да, именно вот гипертонической болезни, как одного из факторов риска, да, сельско-сосудистых заболеваний, таких вот катастроф уже. Всяких легенд о коронавирусе. Уйма, конечно, да. Уйма, много и так далее. Даже в Инстаграме иногда появляется, что если смешать листья малины с настойкой брусники и залить это самогонкой и выпивать по полстакана в день, то гипертония отступит. Ну, как бы вот народный рецепт, хочешь верь, хочешь верь. Доказательной базы, честно говоря, нет. Единственное, что бы хотелось сказать, что если выявлена коронавирусная инфекция, препараты, назначенные ранее, пациенты обязаны принимать. А если их вдруг ни с того, ни с сего самостоятельно отменить, давление резко вверх, и мы что будем иметь? Острое нарушение мозгового кровообращения. То есть еще одно сосудистые события, которые идет, собственно говоря, рядом. Острый инфаркт миокарда – это инфаркт сердца, а острое нарушение мозгового кровообращения – инфаркт мозга. А субстрат – это один. Павел Ильич, я тоже вспоминаю еще в бытность, когда я тоже вел прием пациента, мне вспоминается такая женщина, значит, приходит, и вот она говорит, Павел Ильич, ну вот я уже лет 15 пью лекарства от гипертонической болезни, мне уже так не помогает, наверное. Я говорю, слушайте, ну у вас у родителей были инфаркты, инсульты, да, и во втором, и в третьем поколении. У вас хоть один был инфаркт или инсульт? Она говорит, нет. Я говорю, ну как же тогда не помогает? То есть лечение от той же даже гипертонической болезни означает для чего? Чтобы не было инфарктов и инсульт. Вот когда этот пациент начинает это понимать, осознавать, когда врач ему правильно это все доносит, да, тогда и есть эффект, и есть прогноз хороший, благоприятный. То есть опять же отсюда вытекает приверженность к лечению. Да, и обязательно четко нужно проговорить, что гипертоническая болезнь, болезнь, что может открою крамолу, неизлечимая. Ну к сожалению, да, к сожалению. Но с ней живут до 100 лет. Лекарственным препаратом мы ее можем корректировать. Поэтому когда пациенты говорят, ну мне вот врач назначил, я три месяца попринимал, потом бросил. А где написано, что через три месяца нужно отменить? Ну слово такое пожизненное, но это так и есть. Ну сейчас с точки зрения вот этиологии психологических аспектов говорят, что бесконечно долго, бесконечно долго. Но мы сами с вами прекрасно понимаем, пожизненно, с периодической коррекцией ДОС. Совершенно верно. Павлевич, ну вот такой вопрос тогда еще как руководителю кардиологического именоделения, да, вот про коронографию, да, все-таки вот, ну чтобы, нас же и медики смотрят, да, и пациенты, и медработицы смотрят, чтобы вот все-таки сейчас прозвучало, как, кому показана коронография, как к ней нужно готовиться, и вообще, что это за процедура, и для чего она нужна? Коронарография – это операция, это инвазивное исследование. То есть вмешивается, получается? Инвазивное внутреннее исследование сосудов в сердце. В Ульяновске проводится в двух лечебных учреждениях. Это областная клиническая больница и ООО «Альянс клиник» в рамках частного государственного партнерства. Определить показания коронарографии должен врач. Не может человек просто проснуться и сказать, да, мне, наверное… Пойду-ка сделаю. Пойду-ка я сделаю коронарографию. Это не общий анализ мочи. Показания определяет врач на основании необходимых обследований. Как то нагрузочные пробы, стресс-эхо, холтеровский монитор ЭКГ с нагрузкой, велоэргометрии, УЗИ сердца и клиника. Вот опять-таки сопоставить все эти факторы воедино, глядя на больного и, так сказать, его осматривая, должен квалифицированный специалист. И чем раньше будет сделано по показаниям, чем раньше по показаниям будет сделана коронарография, тем жизненный прогноз данного человека что? Улучшается. Ведь лучше профилактировать и сделать это в плановом порядке. Нежели ждать, когда сосуд закроется полностью и случится трансмуральный, то есть на всю стенку будет поражение, инфаркт миокарда, который может потом привести к иневризме, развитию сердечной недостаточности и так далее. Поэтому я призываю тех людей, которые почувствовали те симптомы, о которых мы сейчас говорили, прийти к компетентному специалисту для обсуждения вопросов дальнейшей тактики и лечения. Только самосознательность, не только самоизоляция, вернее, а только еще и самосознательность будет способствовать снижению смертности от ишемических событий. Вот мне это видится так. А доступность коронарографии, да, сейчас она доступна. Да, доступна. По показаниям выполняется. Среднее время ожидания составляет, ну, меньше недели, по-моему. Павлович, а вот люди, у которых уже случился инфаркт, да, вот как избежать все-таки повторных, да, таких рецидивов? А вот инфаркт уже делит жизнь на до и жизнь после. Я просто в рамках вот передачи не могу назвать, не имею права, вернее, назвать фамилии тех людей, которые у меня наблюдаются. Но я хочу сказать, как у них изменилась жизнь после инфаркта. Если одни говорят, что все, жизнь закончена, то некоторых регулярно на венце можно видеть со скандинавскими палками, с гантелями в руках, регулярное посещение бассейнов и так далее. Жить можно и нужно жить. И человек дольше проживет. Он говорит, некоторые мне говорят, я открыл для себя жизнь заново. И это на самом деле так. Резкая коррекция образа жизни, постоянный прием лекарственных препаратов под наблюдением врача-кардиолога, регулярные физические нагрузки, и жизнь открывается в новых красках. Поэтому инфаркт миокарда это еще не приговор. А. Как можно раньше обратиться. Б. Следовать указаниям врача, которому ты доверяешь всецело и полностью. Вот мне кажется, вот эти вот две такие вещи, которые неоспоримы. Ну даже вот сейчас, Павел Сеевич, вы коснулись даже такого психологического аспекта, да, вот такой своеобразной реабилитации, да, после инфаркта миокарда получается. Да, да. Даже психологически в какой-то степени. Естественно. И она снимает, наверное, я не знаю, там, ну, может, процентов, наверное, 70-80 точно занимает. Ну вот как мне попасть на реабилитацию? Да, у нас реабилитация, острая реабилитация, острая в кавычках, опять-таки, выполняется в кардиодиспансере. То есть, допустим, 3-4 дня пациент после стентирования находится у нас в остром отделении, потом мы его переводим туда. Но на этом реабилитация не заканчивается. Через 5 дней он выписывается домой, и что? Он должен что-то, он должен делать, и поэтому ему расписывают, какие физические нагрузки. Первый месяц нужно делать, какие во второй и так далее. Но их нужно делать. Их нужно делать. И потом ты возвращаешься, по сути дела, в ту, к тем обычным, привычным физическим нагрузкам, которые у тебя были и до этого. Но правильный подбор лекарственных препаратов, приверженность к лечению, что я сегодня принял, завтра принять должен обязательно, и выполнение указаний кардиолога. Все очень просто. Все предельно просто, да. И жить можно счастливо. А тех людей, о которых я говорю, непридуманные, мы их видим в нашем городе, в обычной жизни. И никогда вы не скажете, что у этого пациента был инфаркт миокарда, или перенесенный на ортокоронарное шунтирование. Вы наоборот скажете, бежит что-то, ничего не болит, а вот у меня там что-то поддавливает и так далее. Просто люди кардинально поменяли свою жизнь. И меня, как кардиолога, это очень радует. Павел Алексеевич, ну вот еще не могу не коснуться тоже этой темы. Сейчас уже в принципе вакцинация, она такими большими шагами прошла. И сейчас уже подходим даже к ре-вакцинации, уже некоторые даже по второй ре-вакцинации делают, даже каждые полгода. Ну понятно, мы уже оскомим на языке, что на самом деле люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, к сожалению, относятся к группе риска. Им вот эта вакцинация от коронавирусной инфекции, это такая панацея, которая действительно их может защитить от тех осложнений, которые действительно коронавирусная инфекция за собой влечет. Вот ваше мнение, как кардиолога с большим стажем и... Может быть даже от тяжести болезни. От тяжести болезни, да. То есть если мы изначально говорили, что вот прививку я сделала и заболел. Ну а зачем же я это тогда делал? Ну опять-таки у меня есть примеры опять из моей же практики, когда вакцинированные пациенты, имеющие в анамнезе какое-то сердечно-сосудистое заболевание, заболевали коронавирусом, болели в течение недели коронавирусом. И имели повышение температуры не выше 37,4. И потом они говорят, да, если неделю-то я вот проболел таким образом, полностью сохраняя физическую активность, то, наверное, без прививки я бы умер. Это на самом деле так. Вот такие случаи, они же вот прямо рядом с нами, да, и все равно приходится вот нам о них говорить и говорить, и говорить бесконечно, да, потому что я уже не знаю, как еще нужно убеждать вот людей, на самом деле, когда... И мы сами медики, да, тоже все вакцинируемся, все своим примером показываем, и все равно приходится... Ну, наша такая... Право выбора остается за пациентом. Конечно. Мы можем рекомендовать, мы не можем застать, мы не будем с каждым человеком рядом, мы не можем каждое утро приносить в рюмочке таблетки и говорить выпей. Мы можем только рекомендовать, а уже в зависимости от того, насколько наш пациент доверяет непосредственно врачу, зависит, что приверженность к лечению. Вот я думаю так. Павел Алексеевич, ну и такие добрые какие-то советы, и как от доктора, и как от человека, просто вот нашим телезрителям. Прежде всего, наверное, быть в гармонии с собой. Мы живем в век стресса и находить какие-то вот моменты, когда можно просто расслабиться, посмотреть на природу, радоваться тому, что вокруг тебя там жена, дети, близкие, родители. Общаться с хорошими людьми. Общаться с хорошими людьми, да. И вот потреблять какую-то вот такую вот энергетическую доброту. Я думаю, недаром говорится, что доброта спасет мир. Я желаю всем нашим слушателям и пациентам крепкого здоровья, успехов, следить за собой и при необходимости всегда ждем их на своих визитах. Спасибо большое, Павел Алексеевич. Будьте здоровы. Спасибо большое. Ну что ж, вот такой сегодня интересный разговор у нас получился. Я всем желаю успехов, всем желаю здоровья. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов.